Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Все, наверное, хотя бы раз пользовались гугл-переводчиком, а я надеюсь, что не один раз. И вроде рассказывать тут не о чем, вставил фразу, перевел. Но покопавшись в этом приложении при работе над скринкастом, я понял, что все не так просто. Точнее просто, но и тут есть нюансы. Ну или вернее не нюансы, какие-то незначительные на первый взгляд функции настройки, которые упрощают жизнь. А если говорить про мобильную версию, то упрощают ее в разы. Но сначала два слова о десктопной версии. Во-первых, она обновилась. Не как обычно, типа верните все на место, а действительно стало лучше. Окна больше, все что надо на своих местах. Вот эта кнопка, кто не знает, меняет последовательности перевода. Русский-английский, английский-русский. Ну или другие, в зависимости от выбора. Эта кнопка дает возможность прослушать, как слово произносится. Очень удобно при изучении языка. Ну и соответственно переводы, синонимы, возможные варианты использования, все здесь. Даже есть чистота использования слова. Также удобно при изучении языка. А для полиглотов, языков. Их тут много, изучать и изучать. Вот так можно добавить слово или фразу в избранное. Здесь можно вызвать панель «сохранено». Зачем это нужно я не до конца понял, возможно также пригодится при изучении. Можно составить собственный разговорник. Ну и наверху две закладки. «Текст» — это то, где мы сейчас, и «Документы». Сюда можно добавить любой документ, форматов куча и получить перевод. Кстати, УДТ от бесплатного OpenOffice он не поддерживает. Дискриминация, так сказать. Хотя OpenOffice позволяет сохранять и док. Ну и естественно, перед загрузкой файла надо выбрать, с какого, на какой язык вы переводите. А еще, это уже, наверное, не все знают, здесь можно переводить веб-страницы целиком. Достаточно скопировать URL и вставить в текстовое поле. Теперь, переходя по ссылке, мы получаем переведенную страницу. Но для счастливых обладателей Google Chrome это не актуально, поскольку переводчик здесь вшит в браузер. Достаточно нажать на эту кнопку, и вы получаете перевод страницы на лету. Крайне удобно. Ну и, наверное, на этом все с десктопной версией. Тем более, что больше тут действительно ничего не нужно. Ну, разве что нужно сказать, что тут есть голосовой ввод. Теперь, что касается мобильника. Мобильная версия под Android весит всего 12 мегабайт. Это первый плюс. Второй то, что вы можете скачать базу и пользоваться переводчиком оффлайн. При установке переводчика базы закачивается автоматически, если не отключать эту галочку. Правда, это еще 42 мегабайта, но что такое 42 мегабайта для русско-английского переводчика. Если вы захотите добавить оффлайн базу другого языка, это делается здесь, в закладке перевод оффлайн. Здесь же можно удалить какую-то базу. Собственно, сам переводчик ничем не отличается от десктопной версии. Вводите слово, получаете перевод. Тут, в отличие от десктопной версии, есть выпендрежная фишка, можно написать слово от руки, но зачем это нужно, если есть голосовой ввод, непонятно. Зато следующая фишка это поистине что-то волшебное. Камера. Если вы этого не пробовали, считайте, что вы не жили. Включаете камеру, наводите ее на текст и она на лету сразу же начинает его переводить. Такой пример дополнен реальности. У меня, правда, текст очень мелкий, как все договора, но это я специально, чтобы помучить гугл. Рано или поздно, даже с учетом трясущихся рук, он его зафиксирует. Появятся такие черные рамочки, типа схватил, и останется нажать на пуск. Для этого нужно подключение к интернет, из чего можно сделать вывод, что он прогоняет текст через гугловскую нейросеть. И дальше вы можете выбрать либо весь текст, либо кусок текста, просто закрасив его пальцем по экрану и получить перевод. Это круто, но дополненная реальность мне нравится куда больше. Просто какой-то бегущий по лезвию 2049. Ну и на этом, наверное, тоже все. Хотя нет, еще есть полезная функция общения. Это перевод на лету с озвучкой. Выбираете русский, говорите, и он на лету переводит и проговаривает английским механическим голосом. Предположим, собеседник вам отвечает, нажимаете английский, и он на лету переводит и проговаривает уже русским механическим голосом. Теоретически тут есть функция автоматического определения, кто на каком языке говорит. Это уже совсем был бы рай на земле, включил и болтаешь. Но она что-то у меня сильно притормаживает. Вот такое чудо техники, которое всегда под рукой и абсолютно бесплатно. Еще 20 лет назад это казалось чудом. Машинка для перевода на лету. Сейчас вот она в каждом мобильном очень, надо сказать, полезная вещь в наше неспокойное время. Все, любите друг друга. Теперь еще одним барьером в вашей жизни стало меньше. И языковым. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать, утеплиться социальных технологий.